19 октября 1745 года в Дублине, в столице Ирландии, тысячи людей хоронили настоятеля собора Святого Патрика. Одиозный священник вел запутанную личную жизнь и предлагал матерям откармливать младенцев для продажи, но при этом был всенародным любимцем. Поэт, политик, философ и писатель Джонатан Свифт, автор романа «Путешествие Гулливера». Борец за свободу, за свободу против угнетения, любых форм угнетения, и борец за свободу слова. Это, безусловно, выдающееся достижение и интеллектуальное, и литературное – создать произведение, которое резонирует с двоим веком и с еще двумя-тремя последующими столетиями. «Путешествие Гулливера» на этом произведении мы строим классификацию психических расстройств, как ни странно. Вот бы Свифт удивился, если бы узнал, что сегодня его читают дети и подростки. «Путешествие Гулливера» – это же была острейшая, злободневнейшая сатира на тогдашнее социальное и политическое устройство в Великобритании, а теперь это дети читают. Наверное, Свифту бы это понравилось. Хотя нет, он был и не из тех, кто получает удовольствие от жизни. Джонатан Свифт был вторым ребенком в семье мелкого судейского чиновника в Дублине. Он никогда не знал своего отца, скоропостижно скончавшегося еще до рождения сына и не оставившего семье никаких средств к существованию. Детство Джонатан Свифт провел у своего зажиточного дяди, который воспитал его и дал образование, а с матерью почти не виделся. По некоторым данным, она покинула Ирландию. У него было трудное детство еще и потому, что, когда ему исполнилось всего годик, его няня, англичанка, по каким-то неизвестным причинам забрала его с собой в Англию. И там он в простой крестьянской семье прожил около трех лет. То есть вдали от матери, от семьи, в чужой совершенно обстановке. Потом вернули, вот его взял как раз дядя и уже занялся его обучением. Благодаря труду и способностям, а также дядиной финансовой поддержке, 14-летний Джонатан поступил в старейшее высшее учебное заведение Ирландии – Тринити-колледж Дублинского университета. Свифт получил степень бакалавра богословия, но среди лучших студентов не числился. И на протяжении своей последующей жизни вспоминал о своей учебе с присущим ему сарказмом. Насколько мы знаем из его автобиографии, у него просто не сложились отношения с богословием как главным предметом подготовки в университете. И заставлять ему себя было, конечно, сложно, поскольку поступил он туда 14-летним юношей, закончил, соответственно, через 4 года, когда ему было всего 18 лет. Как мы знаем по нашим старшим школьникам и студентам, в этом возрасте они плохо умеют заставлять себя заниматься тем, что им категорически не нравится. Дублинский университет Свифт закончил с формулировкой «по особой милости», которая не давала права принять церковный приход. А значит, денег служением заработать он не мог. Поэтому приходилось сделать карьеру немножко окольными путями. Зато, возможно, впервые в жизни Джонатан влюбился. Ну, это был небольшой роман, хотя он увлекся своей избранницей, но сделал ей такое предложение, от которого нормальная девушка сразу бы отказалась. Он сказал, что я готов жениться на вас, если вы сможете обеспечить мне материальное благополучие и будете соблюдать чистоплотность. После странного письма роман завершился. А вскоре, в 1688 году, в Англии произошла славная революция. Король Яков II был свергнут, а на его место пришли Вильгельм III и его жена Мария II. Значительную власть получил парламент. В Ирландии между сторонниками бывшего и нового монархов вспыхнула ожесточенная гражданская война. Покинув изумрудный остров, Свифт отправился в Англию к матери, которая там жила. Она встретила сына очень тепло и устроила его работать секретарем у известного дипломата Уильяма Темпла, ее хорошего знакомого. Работа у Свифта была приятная, жалование приличное. Он еще подрабатывал учителем у одной маленькой девочки. Но главное состояло в том, что он мог часами просиживать в великолепной библиотеке дипломата. И здесь, окруженный книгами и избавленный от всех забот, Свифт и стал писателем. Параллельно с работой Свифт защитил магистрскую диссертацию в Оксфорде и все-таки попытался начать карьеру священника. И вновь неудача. Ему достался бедный ирландский приход в глухой деревушке. В итоге молодой Свифт там заскучал и вернулся в Англию к своему покровителю Уильяму Темплу. Когда через два с лишним года Темпл скончался, Свифт горевал. Темпл был одним из немногих людей, о которых Джонатан отзывался положительно. Такой уж он был человек. Человек, который может показать и очень хлестко это выразить, что у нас тут не так. Он был желчным, он был язвительным, он был священником и, соответственно, относился и к себе, и к окружающим с очень такими высокими стандартами. Иметь дело с такими людьми, надо сказать, достаточно сложно. По всей видимости, он еще с очень раннего возраста страдал болезнью Менера, которая в итоге привела к некоторому умственному расстройству. Но и считается, что вот эта вот язвительность и такая неуживчивость со всеми остальными, она тоже может, так сказать, быть одним из проявлений вот этой вот болезни. Ну, потому что он вырос без родителей. Он был один, его воспитывало общество, улица. И вот эти все события, его детство, они как раз научили его скрывать свои чувства и эмоции. Причина в отношении к людям в том, что у него эмоции, чувства, они как бы с детства были загнаны внутрь. Свифт вернулся в Ирландию и продолжил служение церкви. При этом регулярно писал сатирические памфлеты. И в них он довольно неоднозначно и смело высказывался по целому ряду религиозных вопросов. И в конце концов, премьер-министр Великобритании Роберт Уолпл, которому досталось от писателя немало ядовитых стрел, официально обвинил ирландского священника в безбожии. Свифт являлся убежденным приверженцем англиканского вероучения. И на протяжении всей своей жизни он отстаивал интересы англиканской церкви. Он написал знаменитую свою сказку «Бочки», где представил вот эту самую критику вероисповедания. И эта критика сыграла злую роль в его судьбе, поскольку Папа Римский запретил эту книгу, поставил его в реестр запрещенных книг, а царствующая королева Анна Стюарт назвала ее «Богохольной», а самого автора признала еретиком. И это явилось препятствием получению Свифта санной епископа, о котором он мечтал всю свою жизнь. Не забывал Свифт высказываться и на политические темы. Славная революция вдохнула в парламент новую жизнь. Там кипели страсти и велись ожесточенные споры между представителями двух партий – Тори и Вигами. Свифт поддерживал сначала Вигов, а затем Тори. Англия – это такая страна, где впервые возникли политические партии. Это те самые партии, предшественники современных английских партий, консерваторов и либералов. В партию Вигов входили те, кто защищал интересы так называемых денежных людей, то есть промышленников, финансистов, купечества. А партия Тори защищала интересы землевладельцев, лендлордов, фермеров, зажиточных крестьян. В партии Вигов два обстоятельства. Во-первых, они были достаточно склочными ребятами, а Свифт все-таки считал, что в партии должна быть какая-то, ну, хотя бы небольшая, но все-таки внутренняя дисциплина. И второй, более важный момент, безусловно, это церковная политика Вигов. Они были очень толерантными, они полагали, что представителям негосударственной церкви, протестантам других мастей стоит дать те же самые права, что и у англикан. Свифта, как защитника государственной церкви, это категорически не устраивало, и он перешел в лагерь Тори, которые были защитниками государственной церкви так же, как он. А позже Свифт и вовсе приобрел скептический взгляд на политику, высмеяв и тех, и других в первой части путешествий Гулливера в виде остроконечников и тупоконечников, яростно конфликтующих по вопросу о том, с какого конца следует разбивать яйца. Особенно доставалось тем политикам, которые, произнося высокопарные речи, стремились прикрыть ими корыстные цели. Он издал целую серию ирландских памфлетов, которых защищал права ирландцев. Он отстаивал экономические интересы острова. В частности, он говорил, что Ирландия сама должна производить для себя монфактурную продукцию, и ей не стоит импортировать ее из Англии. Джонатан Свифт никогда не забывал о том, что местом его жительства является Ирландия, хотя сам он по происхождению ирландцем не был. Его дед, английский священник, переселился сюда в середине 17 века, в период революции и гражданской войны в Англии. И Свифт смог убедиться в том, что в Лондоне относятся к Ирландии не как к равноправной части государства, а фактически как колонии. Ирландия окончательно стала британской колонией в середине 18 века. Англичане очень жестко относились к ирландцам. Запрещали им экспортировать шерсть, скот, вводили все новые ограничения. Ирландцы и так жили достаточно бедно, а тут начался настоящий голод. Поначалу Свифт не был слишком высокого мнения об Ирландии и ирландцах. В частных письмах он называл изумрудный остров проклятой дырой. Но обостренное чувство справедливости превратило его в пламенного патриота Ирландии. Свифт выступал против грабительских налогов, несправедливых законов, нечестной конкуренции. Например, когда английский парламент принял закон о высоких пошлиных на вывоз шерстяных изделий из Ирландии, Свифт разразился памфретом, призывающим к бойкоту английских товаров. И, по сути, к началу торговой войны. Самое, пожалуй, любопытное произведение Свифта, посвященное Ирландии, это скромное предложение, в котором Свифт предлагает совершенно умопомрачительное решение одного из самых сложных ирландских вопросов. В Ирландии был достаточно высокий уровень рождаемости, была проблема, как прокормить вот этот вот излишек детей. Свифту об этой проблеме было прекрасно известно, и он предложил продавать и поедать детей бедняков. Разумеется, никто не собирался его воспринимать всерьез, но такой странной идеей Свифт обратил внимание на эту проблему, что огромная часть населения влачит настолько жалкое существование, что есть ему, в общем-то, и нечего, кроме своих детей. Ирландский народ Свифта боготворил, а женщины сходили по нему с ума. В то время в его жизни была красавица Эстер, та самая его ученица из поместья, которую он называл Стеллой. Стала ли она его женой? Официально нет. А насчет тайного брака биографы спорят уже третье столетие. Ходили слухи, что влюбленные не могут быть вместе, потому что на самом деле они сводные брат и сестра. И вот он писал Стелле чуть ли не каждый день письма на протяжении всей своей жизни. По его желанию она переехала в Ирландию из Англии, хотя он оставался в Англии в это время. И вот эта переписка потом легла в основу дневника для Стеллы, которая является тоже великолепным и литературным источником, и историческим источником. Вот такая личность у него. Ему более интересно было, что называется, поговорить. И вот эти отношения, они как раз говорят о том, что он, в принципе, человек замкнутый. Это как раз его творческое начало, которое заключено в философском отношении к человечеству в целом. Ему скорее интересно дискутировать. В этой любовной истории была замешана еще одна девушка. 19-летняя Ванесса Ванамри. Не такая безупречная красавица, как Стелла, но пылкая и требовательная особа. Ее отношения с писателем продолжались 15 лет. В переписке он был сдержан и скрытен. Она постоянно просила дать ей надежду. И, наконец, Ванесса не выдержала и сама написала Стелле. Потребовав от нее прямого ответа об ее связи с писателем, оскорбленная Стелла переслала письмо Свифту и перестала с ним общаться. Стеллу писатель все-таки уговорил вернуться. А отвергнутая Ванесса умерла. Успел вычеркнуть его из завещания, ведь когда-то собирался оставить ему все свое немало имущество. А через пять лет умерла и Стелла. Вот ее смерть стала для него тяжелейшим ударом, от которого он так и не оправился. Впрочем, Свифт никогда не отличался особым оптимизмом. Человечество он недолюбливал, но дружить умел. Одному из своих немногочисленных друзей, поэту Александру Поупу, он писал, «Я ненавижу и презираю животное, именуемое человеком, хотя от всего сердца люблю Джона, Питера и Томаса. Буду продолжать в том же духе, пока буду иметь дело с людьми». Крупный политик Виконт Боллингброк, религиозный философ Джордж Беркли, писатель Александр Поуп. Это был кружок друзей Свифта, блестящих интеллектуалов своего времени. А интеллектуальное движение в эту пору вошло в историю под названием просвещение, enlightenment, то есть вносить свет, свет разума. И именно в Англии зародилось просвещение. Они, в том числе и Свифт, являлись просветителями, которые выработали ряд идей, теории. Это теория общественного договора, разделение и равновесие властей, сопротивление деспотической власти. двухпартийная система, гражданские личностные свободы. Именно друзья Свифта были первыми читателями его памфлетов. Один из них, направленный против торговой политики Великобритании, вызвал такую бурю чувств в Лондоне, что за имя анонимного автора была предложена солидная награда. Весь Дублин понимал, кто именно его написал, но ни один дублинец не посмел предать Свифта. Еще один памфлет Свифта «Поведение союзников» был посвящен шедшей в то время войне за испанское наследство. Противником Великобритании была Франция. Свифт показал, что в интересах его страны скорейшее заключение мира, а продолжение войны выгодно только тем, кто на ней наживается. 11 тысяч экземпляров, проданных всего за два месяца, помогли остановить войну. Он защищал ирландский народ не только своими работами, памфлетами, книгами, но также проводил широкую благотворительность, писал многочисленные письма, которые направлялись в разные инстанции. Более 200 семей получили финансовую поддержку от Свифта. В 20-х годах 18-го века Джонатан Свифт приступил к работе над книгой, которой предстояло стать самым знаменитым его произведением. Ее полное название в традиции той эпохи звучит достаточно витиевато. Путешествие в некоторые отдаленные страны мира в четырех частях. Сочинение Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а затем капитана нескольких кораблей. Путешествие Гулливера это же по сути программный сатирический манифест. В первых трех частях писатель высмеивает человеческие пороки, глупость, гордыню, а в четвертой части Гулливер попадает в страну разумных лошадей. И тут уже человекообразные существа лишены вовсе всякого духовного начала. Им предназначена роль домашних животных. Когда Свифт уехал в Англию на время, чтобы опубликовать свои знаменитые путешествия Гулливера, возвратившись, он встретил такой прием, который обычно оказывается епископом. его встречали колокольным звоном, пылающими кострами на улицах города, и толпа простолюдинов его сопроводила в дом чуть ли не на руках. Сочиняли баллады о Свифте, которые распевались на улице. Путешествия Гулливера имели оглушительный успех. Роман, впервые напечатанный в 1726 году, за полгода выдержал два переиздания и практически сразу был переведен на полдюжины иностранных языков. Как и все остальные произведения Свифта, он вышел без указания настоящего имени автора. Но, как и в случае с его памфлетами, авторство было очевидно для всех. Путешествие Гулливера Свифта это единственное его художественное произведение. Хотя, благодаря ему, он и стал знаменитый, это произведение скорее богатейший источник по изучению буржуазного общества, каким была Англия в ту пору, со своими преимуществами, достижениями и недостатками. И все это государственное устройство, партии политические, парламент, судебная система, все это нашло свое отражение вот именно в этом произведении. Вот есть определенные психические расстройства, которые, в принципе, основаны на этой книжке. Например, когда у людей возникают все предметы, все окружающие малого размера. При шизофрении есть такое расстройство, так же, как есть расстройство восприятия, когда все предметы кажутся большими чересчур. Допустим, последнее расстройство мы называем расстройство схемы тела, когда человек приходит и говорит, что у него какой-то орган, рука, нога больше, чем другая. Встречается очень часто, и причем классические хирурги очень часто встречаются, гинекологи, эндокринологи, специалисты по нарушению пищевого поведения. Да и в самом авторе Гулливера окружающие отмечали немало необычных черт. Он подолгу уходил в себя, в общении поражал собеседника парадоксами, и вообще Свифт утверждал, что психически здоровых людей нет, и что человек мыслящий всегда безумен. Тема душевной болезни интересовала Свифта. В завещании он большую часть своего состояния оставил на постройку дома для умалишенных и написал, все то, что накопил с трудом, он дал на сумасшедший дом. На седьмом десятке Свифт все чаще рассуждал о смерти. Однажды Свифт с другом гуляли по лесу. Вдруг он видит дерево, чья верхушка начала гнить, и он вдруг говорит, ты знаешь, меня ждет такая же судьба, я лишусь рассудка. Он как в воду смотрел, его слова оказались пророческими. Он умирал, лишившись рассудка, практически в одиночестве. Он очень долго к этому готовился. Он понимал, что, во-первых, возраст, во-вторых, достаточно давняя болезнь, плюс ментальное расстройство, и вот это все его наводило на такие достаточно темные, извительные настроения, и он написал и стихи на смерть доктора Свифта, причем лет за 10 до того, как эта смерть наступила. Как и многие одаренные люди, Свифт предчувствовал свою смерть и даже сочинил эпитафию, которая была выбита на его могильной плите. Здесь покоится тело Джонатана Свифта, настоятеля этого собора, и суровое негодование уже не раздирает его сердце. Ступай, путник, и подражай, если можешь, тому, кто мужественно боролся за дело свободы. Свифт на латыни назвал себя либертатис виндокатором, ревностным мстителем за свободу. Это право и возможность полностью владеть собой и не находиться во владении другого человека ни ментально, ни физически. вот за эту свободу он собственно боролся, за свободу быть собой и свободно мыслью. Забвение Свифту не грозит. Его творчество оказало огромное влияние на мировую литературу. Оно чувствуется в книгах Джорджа Байрона, Вальтера Скотта, Бернарда Шоу и Бертольда Брехта. Путешествия Гулливера переведены на многие языки и продолжают издаваться. Сняты фильмы и поставлены спектакли. А нам осталось сегодня восхитительное занятие распутывать те многочисленные узелки, которые мастерски завязал в своих произведениях этот неординарный писатель. Прочитав в детстве Гулливера как смесь сказки и фантастики, раскроем эту книгу заново. Поразимся, восхитимся и рассмеемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok